В эфире телеканала ННТ новости Дагестана. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте и в начале короткий анонс. Подозревается в убийстве собственного отца. Следственный комитет разбирается в обстоятельствах жестокого преступления в дак огнях. Техника для нужд СВО. Народный фронт по региону присоединился к всероссийской акции «Автопоезд. Все для победы». Тренировки с новой мотивацией. Российских борцов-юноши допустили к международным соревнованиям. 23-летнего дагестанца подозревают в жестоком убийстве собственного отца. По версии следствия, 1 апреля в одном из частных домов города Дагестанские Огни произошла семейная ссора. В ходе конфликта молодой человек избил родителя до потери сознания черенком от лопаты. После чего облил голени обеих ног потерпевшего, воспламеняющийся жидкостью и поджог. Подозреваемый задержан. На месте преступления он подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего. Сотни внедорожников, необходимое военное снаряжение и гуманитарный груз. В эти дни по всей стране проходит совместная акция железнодорожников и движения «Народный фронт». Подробности в сюжете наших корреспондентов. На всей территории России проходит акция «Народного фронта. Автопоезд. Все для победы». Не осталось в стороне и наше региональное отделение, которое направит в зону СВО 4 автомобиля повышенной проходимости. «Лада Нива» и «УАЗ Хантер». Конечно же, сами багажники полны гуманитарным грузом. Акция в поддержку военных, приуроченная ко дню победы 9 мая, нашла большой отклик среди жителей республики. Одну из машин пожертвовал ветеран афганских событий Иса Исаев, который не понаслышке знает о нуждах во время боевых действий. «Мы, ветераны боевых действий, ветераны-афганцы, знаем, например, про военные события не то, чтобы по наслышке. Знаем, какую помощь можем оказать нашим ребятам. Поэтому решили тоже не остаться в сторонке и помочь хоть чем сможем. Тем малым, что мы можем обеспечить ребятам хоть стылу помощь». Еще один автомобиль был приобретен на средства от сбора объявленным движением «Народный фронт». В отправке столь важного груза принял участие и руководитель организации. «Машины прошли полное техническое обслуживание. Несмотря на то, что они не новые, каждая машина была отремонтирована, подготовлена к тем весенним условиям, которые сегодня есть в зоне специальной военной операции. Кроме того, вы, наверное, увидели, что они заполнены гуманитарной помощью. «Проект «Все для победы»» продолжается. Любой дагестанец, желающий помочь, поддержать наших ребят, может к нам присоединяться». Большую помощь в отправке всего необходимого оказали и железнодорожники. «Работники механизированной дистанции погрузки-выгрузки, станции «Махачкала», специалисты агентства фирменного транспортного обслуживания организовали данную погрузку, чтобы техника максимально короткие сроки прибыла по назначению на территорию Братских республик. Российские железные дороги и в дальнейшем будут оказывать жителям ДНР и ЛНР всяческую помощь и поддержку». Ожидается, что автопоезд соберет большое количество гуманитарного груза и более 200 автомобилей со всех регионов страны. Карим Гамаев, Саид Шагидов, новости ННТ «Махачкала». Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин прибыл в Дагестан вместе с участниками мотопробега «Каспий – море дружбы». Участники акции выехали из Астрахани 10 дней назад. Они уже посетили Казахстан, Туркмению, Иран и Азербайджан. На центральной площади Махачкалы мотоциклистов встретили глава правительства Дагестана и другие официальные лица. Далее мотопробег направился на конечную точку маршрута – город Каспийск. Всего в рамках мероприятия мотоциклисты проехали почти 5000 километров. Нариман Абдулмуталибов посетил Карабудахкенский район. Вице-премьер проверил, как работают на местах сельхозпредприятия, которые получили господдержку на развитие материально-технической базы. С рабочим визитом он побывал в фермерском хозяйстве по разведению птиц. Завод получил грант в размере 21 миллиона рублей на закупку специального оборудования. В настоящее время предприятие производит около 150 тонн мяса птицы в год и планирует нарастить производство до 300 тонн. Современное предприятие в муниципалитете, благодаря господдержке, построило и КФХ по выращиванию крупного рогатого скота. На развитие фермы государство выделило 16 миллионов рублей. В общем, ситуацию можно охарактеризовать как положительную. Люди работают, хозяйство наше работает, купили необходимое оборудование. В принципе, государственные средства осваиваются по назначению. Наш сельхозтоваропроизводитель, дагестанцы, готовы вкладывать свои и средства, вкладывать свое умение, потенциал, видим, потомственных аграриев. Во дворце спорта имени Али Алиева прошел общегородской ифтар, который собрал жителей и гостей города Каспийск. На протяжении всего вечера для зрителей была подготовлена познавательная программа чтения нашидов в выступлении известных богословов и представителей власти республики. Воистину вот такие мероприятия укрепляют нас, укрепляют наш дух, укрепляют наш иман и укрепляют наше единство. И чтобы каждый раз желает нам всем, чтобы каждый раз нас становилось все больше и больше. Позвольте вас поприветствовать от имени главы городского округа, город Каспийск, Гонцова Бориса Ивановича. Пожелать всем, дай Аллах, чтобы все ваши молитвы, посты, благие деяния были приняты. Мероприятие посетили более 4000 человек. Среди гостей были разыграны три путевки на малый хадж Умра и другие ценные призы. Я была волонтером, и мне было очень приятно раздавать людям садаха. Они тоже радовались. Чтобы Аллах принял всех тех, которые участвовали здесь, кто этот зал дал, кто работали, кто приготовили. Баракаллах тому, кто организовал, людям, которые пришли сюда, огромную баракалла, пускай баракалку каждого человека дома, семьи, Дагестане у нас в мире, пускай будет мир и покой. Коллективные ифтары проходят на территории всей республики, конечно же и в Махачкале. В шатре Рамадана при Джума Мечети столицы всех верующих в 19-й день священного месяца угощали представителей Ногайского района. Посетителей также угостили национальным блюдом к Курельме. Этот вечер, как вечер единения нашего народа, именно Ногайского народа, потому как со всех уголков нашей страны едут сюда. То есть у нас сегодня есть гости и из Савропольского края, и из самых дальних уголков нашей страны. И хочу поблагодарить отдельно организаторов, которые сегодня нам дали возможность провести такой вечер. И хотел бы сказать, что это уже как традиция, хотелось бы, чтобы продолжилась эта традиция, как вечер единения народа нашего. Я выражаю всем благодарность и напомню хадис Пророка, салли Аллаху алейхи вассалям, о какой награде идет речь, когда человек кормит постящихся. Это Пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, говорит, тот, кто накормит постящегося, тот получит награду, равную тому, кто соблюдал пост, и не уменьшится ничуть награда самого постящегося. Вы представьте, здесь ежедневно 2-3 тысячи человек разговляются, и какое вознаграждение получают люди, которые делают садаха для подобных мероприятий. И в заключение о спорте. Тренировки с новой мотивацией. Российских борцов-юношей допустили до международных турниров. Теперь на скорое возвращение надеются и в молодежной сборной. В эти дни команда завершает учебно-тренировочный сбор перед первенством России. О том, с каким настроем вольники подходят к главному старту сезона, узнавал Курбан Рагимов. На первенстве России в Якутске дагестанскую молодежку представят более 30 спортсменов. Две недели они работали на ковре, проводили учебные схватки, оттачивали технику и тактику. Все шло в обыденном режиме, но новость о допуске россиян к юношеским соревнованиям дает надежду и другим нашим командам. Теперь, говорит Шамиль Кудия Магомедов, тренируемся с повышенной мотивацией. На самом деле, мы, тренеры, почувствовали мотивацию, что эти ребята... Два года мы практически ездили на сбор, и не было международных стартов, и ребята не горели. На самом деле, у них не было такого огня. В этом году, я думаю, будет все по-другому. Конец сбора, сейчас уже вторая неделя, это подводка, кому вес погонять, кому придержать. Поэтому, в принципе, ребята нормально себя чувствуют. У нас в таком необычном режиме сбор прошел, потому что месяц Рамадан, ребята держат пост. Финальный этап подготовки перед главным стартом сезона выпал на освященный месяц Рамадан. Постятся все без исключения. Тренеры вошли в положение и подстроили под борцов график тренировок. Несмотря на некоторые послабления, на ковре выкладываются все. Утром у нас прогулка, обедом у нас легкая игра, вечером ковер, дарифтар. Ну, нормально. Все готовы, со всеми разговаривали, все заряжены. А вот месяц Рамадан накладывает, наверное, какой-то отпечаток все равно, да? Ну, чуть тяжело, да, все равно сказывается на тренировках. Ну, тренера тоже вошли в наше положение. Особо не нагружают легкие тренировки. Делаем по вечеру, вечерний схват. Этих легких тренировок было достаточно, чтобы до старта сезона первенства России? Ну, юношам же достаточно было. Думаю, нам тоже хватит шоу. На одну из тренировок молодежной команды заглянула целая группа борцов из взрослой сборной – чемпионы России, Европы и мира. Здесь юниоры могли проверить свои силы в схватках с молодыми, но уже маститыми борцами. Мы всегда искали с кем поработать, даже иногда стеснялись с кем подходить, потому что как-то неудобно было. Вот и такой новичок, а они уже ведущие борцы. И мы им очень благодарны, что они с нами становились. Мы опыты от них набрали. И, аль-хабд, уже сейчас сами даем то, что можем. Конечно, молодежь тоже растет. Я думаю, еще 3-4 золотых медалей будет. Желаем удачи, чтобы хорошо выступили, чтобы обрадовали своих родных, близких людей. На прошлогоднем первенстве страны в Каспийске золотыми медалями отметились четверо юниоров. Из них трое уже перешли во взрослую команду. Такая смена поколений не должна сказаться на итоговом результате. Тренеры уверены – в нашей сборной всегда есть кому побеждать. Ребята делали то, что могли. Выполняли полностью объем работы. Но какие-то причины есть. Вот видите, сидят ребята сейчас. Да, вот глотки делают. И целый день держат урозу. И тренироваться в объеме два раза в день очень тяжело. Я их понимаю. Но будем надеяться, что все лишнее поможет. И хочется, чтобы в таком спартамском условии, чтобы они стали чемпионами. Есть ребята перспективные, хорошие, с юношей, которые пришли. Надеемся, что они не подведут и выступят не хуже, чем в прошлые годы. Двухнедельный сбор на базе в Карамане борцы завершили контрольными схватками. Первенство России в Якутске стартует 14 апреля и продлится три дня. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. На этом наш выпуск закончен. Смотрите нас также в соцсетях. И до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»